МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Луч света в темном царстве. Череда проверок независимого портала Стан. Спутниковые тарелки облучают жильцов, уверенно проверяющих. Новости от портала Стан излучают правду, отвечают проверяемым. А поутру они проснулись. Как пережили жители Кенкиака, Шубарши и Саркола юльские бои местного значения? Чем сейчас живут сельчане и на что надеются? Путем челнока. Трудовые будни казахстанских шок-туристов глазами съемочной группы. Программа «Власть КЗ» на канале КАПЛЮС. Акценты, тенденции и лица уходящей недели. Студия Аслабек Абдулов. Здравствуйте. Лето – это маленькая жизнь, как известно из песни. И для большинства казахстанцев эта маленькая жизнь мало чем отличается от жизни большой. Практически все болевые точки общества и насущные проблемы в это лето обозначились еще зримее и грубее. Ни одно из противоречий общества и власти остроты не потеряло. Наоборот, они приобрели хронический характер. Как говорилось в известной байке советских застойных лет, тут всю систему менять надо. Назарбаевская модель все чаще вступает в противоречия с жизнью. И год от года, от лета к лету, они становятся неразрешимыми и пагубными для развития страны. Все, что власть сейчас может предложить – это демагогия и камлания на тему незаменимости Ельбасе, ну и репрессии против тех, кто думает иначе. На излете лета в Казахстане был запрещен доступ к 14 интернет-ресурсам, в числе которых живой журнал. А в офис независимого интернет-портала «Стан» синхронно зачастили проверяющие из разных ведомств. Здравствуйте, это санэпидемстанция. Откройте, ваши спутниковые тарелки облучают соседей. С таким требованием в офисе видеопортала «Стан» и его информационного партнера ТО «Намыстан» 18 августа прибыли чиновники всех рангов и мастей. Сотрудники ГАСКО, санэпидемстанции и ЧАЭС размахивали жалобами соседей и актами о внеплановой проверке. Здравствуйте. Выдите сразу? Всех сразу, да? Да. А как я беру сразу три органа одновременно? Пару минут, пожалуйста. В очередь. Подождите, да, потому что у вас. Первую скрипку в комиссиях, нахлынувших на офисы, играли представители санэпидемстанции. Мы пришли в внеплановую проверку. В внеплановую проверку с конкретной целью. Запросите закон о вашей деятельности. Есть у вас закон о деятельности или нет? Вы говорите, есть. ТО «Стан» и «Намыстан» являются арендаторами помещения. Однако сотрудники санэпидемстанции стали требовать от компании представить правоустанавливающие документы на офис и вид деятельности. Причем особо их интересовал договор аренды помещения, видимо, как-то отражающий санитарно-эпидемиологическое состояние офиса. Согласно закону о частном предпринимательстве, при проведении вот такого рода проверок, вы обязаны нам предоставить запрос, в котором письменный запрос, в котором вы конкретно перечисляете те документы, которые вы должны предоставить. В законе вот о системе, по нашим, да, государственном контроле надзора, у нас нету такого вопроса, не стоит. А закон о частном предпринимательстве регулирует данный вопрос? Закон надзора контроля, вот она не стоит, это вопрос. В офисе компании-партнеры интернет-портала ТО «Намыстан» проверяющие потребовали показать им спутниковые тарелки, установленные на крыше. Санэпидемиологи намеревались сделать техническую оценку оборудования. Интересно, это отдельная антенна просто. А вот здесь мы ловим просто сигнал, смотрим ТВ. Теперь оцените. Все, оценим. Хорошо. После первичного осмотра сотрудники СЭС признались, что и сами не очень верят в способность обычной телевизионной антенны наносить серьезный вред здоровью жителей Алматы. Но поступил сигнал. Наши тарелки посмотрели, как у вас ощущения? Не представляет опасность? Нет, да? Наверное, сами такими же пользуетесь? Да, конечно. Сигнал поступил из квартиры номер 40, расположенной через подъезд от офиса. Пенсионерка побоялась впустить журналистов, но через дверь рассказала подробности того, как было составлено ее заявление. Я написала, потому что ко мне пришли из криминальной полиции. Во-первых, спросили о здоровье. Я говорю, ну как вы себя чувствуете? Я говорю, болею. У вас установлена на крыше радиоизлучающая антенна. Я говорю, ну уберите ее. В чем проблема? А он мне говорит, а мы не можем так убрать. Вы должны как заявление написать по инстанции, чтобы это... Ну давайте напишем, говорю, на законном основании. Пусть проверят. Несмотря на то, что первая проверка еще не была закончена, начальство Бастандыкского СЭС назначило еще одну. Но уже с предписанием от ГАСКО. Два сотрудника, в числе которых старший сотрудник вашего ведомства, то есть они некачественно нас проверяют? Или вы им не в полной мере доверяете? В чем дело? Не могу ответить к вашему вопросу. Директор компании «Намыстан» Ирина Жданова отказалась пускать новых СЭСовцев в офис, пока не будут выяснены все обстоятельства вторичной проверки. Проверяющие, в свою очередь, вызвали полицию и подетых. Зачем вызвал участкового? Так, я вызывался с моего номера, был вызов. Почему? Почему? Потому что было приятное проверки. Поэтому я вызвал в случае, чтобы этот звонок был зафиксирован, в случае, если там будет необходимость, обратиться в судебный орган, чтобы подтвердить. Пробившись в офис во второй раз, санэпидеминспекторы провели беглый осмотр, а на следующий день вернулись с актом и заключением. Результаты. Журналистам вменили в вину отсутствие справок о состоянии и здоровье сотрудников. О ежегодной травле крыс и тараканов, а также завышение уровня шума и излучения оргтехники. Так как каждый ноутбук сотрудников офиса якобы должен быть расположен на площади в 6 квадратных метров. Например, 5 квадратных метров, а у меня там стоит компьютер, значит я уже нарушаю, да? Вот у меня стоит ноутбук, а у меня комната 5 квадратных метров. Да, это уже не соответственно требует. Хорошо, я вынесу из комнаты в зал ноутбук. Невзирая на несогласие директора ТОО с результатами проверки, санэпидемиологи, угрожая административным штрафом, требовали, чтобы акт был подписан. Но директор Дамыстана Ильина Жданова заметила, что в составленном сессовцами акте о нарушениях есть нарушения. На бумаге уже стояли подписи двух понятых, якобы присутствовавших при проверке помещения. Но на самом деле их не было. То есть вы преступления сейчас совершаете и стоите с таким видом, как будто вы не совершаете преступления. Я это говорю совершенно обоснованно, я буду во всех инстанциях это доказывать. Вы имеете право просто написать все, возражения, все. У вас совесть вообще есть или нет? Вам глаза говорят о том, что вы преступник. Одновременно с другими проверяющими в офисы компании пришли контролеры и службы ЧАЭС. Проверка обоих офисов ведется настолько синхронно, что по спасателям можно даже сверять часы. Вот жалобу написали, по этой жалобу мы должны ответить. А вот это жалоба тоже. Пусть директор сюда подходит. Ну, я не буду очень... Или я хочу вот с директорю подходит. Пусть он сюда подходит. В ходе проверки спасатели скрупулезно отметили нарушение правил пожарной безопасности и потребовали их устранить. Однако, даже если офисы до конца проверки будут приведены в надлежащее состояние, штрафа компаниям не избежать, заявили они. Вот он сюда открывается. Почему? Вот эта дверь. Почему? Ага, потому что при случае пожара люди будут бегать, бежать будут отсюда. Вы же сами знаете, паника начнется, правильно? Что вот это? Пошли. А, вот это? Да, на колючем основании. Не допускается его. Тем удивительнее было отметить директору ТО Намыстан схожие нарушения в офисе ЧС Бастадыкского района. У вас дверь внутренняя, на которой как раз-таки вот табличка зеленая с надписью «Выход», она открывается вот исключительно против шерсти. То есть, меня, честно говоря, вот теперь слегка удивляет такое положение вещей, да, то есть, ну, как бы вы так строги к нам. Я, 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 я полагаю, что, ну, «Вы-то» должны быть примером и образцом для подражания, то есть. Да, ладно. Ну, да, да, считай, вот шестой пункт, да? По итогам проверки ТО Намыстан в конце недели были вынесены административные штрафы руководителю и юридическому лицу на сумму чуть более 200 долларов. Проверки офисов ТО Стан и Намыстан длятся уже больше недели. У руководства компании сложилось подозрение, что это напрямую связано с их деятельностью. Так как видеопортал показывает события, происходящие сегодня на западе Казахстана без купюр и цензуры, материалы активно запрашивают представители иностранных информационных агентств, что, возможно, очень не нравится властям республики. Вот когда смотрю, там вот беляши посреди улицы продают вот этими грязными руками, вот в этом чудовищном масле, да, вот, ну, у меня вопрос, я думаю, куда нафиг СС смотрит? Ну, то есть, вот, ну, человек отравится, вот пять метров отойдет и труп, да, и никого не колышет. То есть, ну, как бы, ну, я, ну, я думаю, что вы сами миллион таких это знаете. Но когда все силы СС брошены против журналистского офиса, да, у меня это вызывает законные вопросы. С чего бы вдруг? К тому же в ходе проверки чиновники постоянно задают не относящиеся к делу вопросы, касающиеся деятельности компании и стараются максимально узнать об ее оборудовании и сотрудниках. Ну, давайте вот за этим столом сядем. Ну, что за это такое сидение? Меня очень не устраивает. Можно, да? Можно здесь что-то фотографировать или что? Ну, пара там. Это что у нас? Это профессиональный материал, который поглощает звук. Вот это что за оборудование? Свои подозрения редакция видеопортала Станк.Изет изложила в заявлении в правоохранительные органы и в комитет нацбезопасности. Профессиональная деятельность журналистов в связи с нашествием контролеров затруднена, но на все упреки у проверяющих уже готов ответ. Нет, мы не виноваты, нам спустили указания сверху. Диас Агбаев, Иван Сковиков, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Главный на данный момент оппонент президента Назарбаева, политик и бизнесмен Мухтар Аблязов в интервью порталу Республика в очередной раз предрек скорый конец многолетнему правлению Ельбасы. По наблюдениям Аблязова, политическая система и государственный механизм страны стали очень прямолинейными, неповоротливыми и грубыми. Такое ощущение, что управляемая демократия по-назарбаевски подошла к своему логическому концу. Теперь перед здоровыми, патриотически настроенными силами страны стоит задача не допустить развала и распада Казахстана как суверенного государства. Конец цитаты. Неповоротливость власти и ее профессиональная несостоятельность наглядно проявились в истории с забастовкой нефтяников Магастовской области. Противостояние длится уже третий месяц. Столько же времени бездействуют президенты правительства. А Курду не прошибают кровь, пот и слезы людей. В продолжение темы интервью с театральным режиссером Булатом Атабаевым, который остро воспринимает беды нефтяников, не раз бывал на месте события и стал одним из организаторов фонда поддержки бастующих рабочих. Булат Маныч, как поется в известной песне «Лето – это маленькая жизнь». Как вы прожили эту жизнь? Лето. Для меня это лето было какое-то необычное лето. Вообще я не умел отдыхать, но я побывал в этом последние два месяца, три месяца. Самые хорошие мои впечатления были, это моя поездка в Мангсталу, когда я был в Актаус с нефтяниками и в Жанузен, когда я с ними был на площади до глубокой ночи. Жаркое лето было там, не только в погодных условиях, но и, я говорю, сейчас о накале страстей Мангсталу. Как художник, какие вы противоречия и конфликты заметили в этих людях? Вы имели возможность наблюдать эту забастовку в развитии? Ну, по законам теории драмы, теории конфликта, там не было, нет такого вот сгустка такого, что мы наблюдаем в фильмах, в спектаклях. Там все это растянуто на временном пространстве, очень так растянуто, как бы сказать, не в конфликтом плане. Конфликт это длится уже давно, оказывается. Посмотрел, пообщался с нефтяниками и понял, что такой затяжной конфликт не нужен ни нефтяникам, ни работодателям. Этот конфликт нужен каким-то третьим силам. Есть тайная сила, какие-то люди, какая-то кучка людей, которым не терпится скорее завалить Назарбаева и занять его место. Потому что трудовой конфликт, как они говорят, уже длится почти уже четвертый месяц уже пошел. Трудовой конфликт обычно решается за 10 дней, максимум за 15 дней. А здесь что за конфликт? Здесь борьба интересов. Хотят использовать нефтяников в своих корыстных целях. Вот я, например, пришел к такому выводу, хотя мои коллеги говорят, мы это не заметили, мы в этом плане, в ту сторону мы не думали. Но мы думаем, что сейчас идет процесс политизации. Это неизбежно. Потому что, когда долго стоят нефтяники, когда долго противодействие, нефтяник же в забастовке не молчит, он же думает, он говорит, он анализирует, он спрашивает, почему мы здесь стоим. Кто виноват? Что нам делать? Как выходить из этой ситуации? И выйти еще с победой? Красиво. И они поняли, что трудовой спор, это под ним прячутся совсем другие интересы. Большая политика. Нефть – это политика. Поэтому, а есть люди, которые нагнетают, они хотят измором якобы взять, но это измор, это такая внешняя декорация для меня. Я понял, за этими есть какие-то меркантильные интересы какой-то группировки во власти. Тут вы заговорили о некой третьей силе. Мне кажется, Акурда вот этот ваш тезис с удовольствием поддержит и адресует эту сторону оппозиции, что она и есть, эта заинтересованность. Нет, оппозиция. Подпитываемая. Да, я тоже слышал, да, подпитываемая финансовая, это все вранье, это все технологии Аккорды и КНБшни дела. Третья сила, я имею в виду, рядом с Назарбаевым ходит. Они там что-то затевают. Им не терпится занять это место. Поэтому они хотят спровоцировать. Иначе чем объяснить? Убийство Жахсулы Хатурбаева. Посадили двоих девчонок. Абсолютно молодые девчонки ни к чему не имеют отношения. Просто одна из них дочь активистки Розы, а другая подружка этой девчонки Хадиша и Алия. И в их лице опять врагов нажили. Этот режим сам нажил. Чем объяснить убийство этой девчонки из Жан-Цеуле? Потому что, понимаете, они думают, что нефтяники сейчас ружье возьмут и будут мстить. Но слава богу, что у них есть какое-то хладнокровие, есть разум. Они ждут решения вопроса. А нет. Они хотят, чтобы спровоцировать в этот конфликт войну. Потом подавить кровь, пролить кровь, подавить это восстание. И таким образом использовать потом дальше. А ведь никто не дает гарантии, что если они восстанут, жангузинцы, то поддержка будет со всех сторон Казахстана. Везде восстанут. Поэтому есть такой, знаете, какой-то подлый интерес к этой забастовке. А то, что ты говоришь, что оппозиция, или там еще кто-то мне сказал, что это американцы заинтересованы. Если бы они были заинтересованы, это все дело не длилось столько месяцев. Потом, я же знаю, я же видел там, когда первый раз был в Мангсталу, когда полицейские разгоняли нефтяников. Прям, знаешь, грубо, вульгарно. Их человек всего... И тогда вот один нефтяник говорит, «Эй, нига кашамызбес, почему мы убегаем? Их же всего 40 человек, а нас тысячи». То есть у них даже нет... Они неорганизованы. У них нет такого, чтобы... Если было бы заинтересованное тело, все бы заранее прочитали бы. У них спонтанно все. Я понял, что у них нет лидера. И в тот момент я подумал, и слава богу, что не было лидера. Что они вот так вот замяли это дело. А то была бы кровь там. А как вы объясните то, что по времени практически совпадает создание Народного фронта? Оно совпадает прямо с пиком забастовки рабочих. Это создание было подвязано к забастовке рабочих. Нет. Абсолютно нет. Мы создали Народный фронт, потому что мы поняли, что ситуация не меняется и не будет меняться. А потом мы видим не только нефтяников. Мы сами живем в таком обществе. Если ты заметил, последние полгода идет какое-то остервенение, какой-то спад. Мы катимся уже все. Уже мы приехали. Конечная остановка. Грубость, вульгарность, брутальность власти. Многие вопросы не решаются. Проблемы множатся и множатся. А потом все-таки мы ждем выборы парламента. Мы хотим на легитимном поле что-то изменить еще. Понимаешь, когда вот сейчас пишут, говорят, что террористы, террористы. Да, террористы недалеко. Уже они пришли сюда. Тоже оттретье сегодня? Нет, террористы – это продукт нашего времени. Мы сами их слепили. Когда появляется экстремист, когда появляется террорист? Террорист появляется тогда, когда законным путем на легитимном поле ты ничего не можешь изменить. Ты загнан в тупик. Без исходности. Хочешь поменять лучшую сторону? Не дают. Тебе самого тут жрут, копают, в тюрьму бросают. Пожалуйста, условия для появления террориста. Власть создает экстремальную ситуацию, при том власть не хочет видеть экстремистов. Но ты раз создал экстремальные условия, то жди экстремиста. Потому что, понимаешь, я живу сегодня, сейчас. Хорошо, мое поколение может подумать, да, я прожил, но как-нибудь доживу. Но молодежь-то, они хотят сегодня жить? Сегодня перспективу увидеть, а там не видят перспективу молодежь. Поэтому молодежь более радикализирована. Вот Жанг Узен тоже молодежь более радикальна. Старшее поколение их пока удержит. Вот Жакслых Турбаев, его убили, тут же хотел, молодежь хотел взять в ружье, там, камень и палку и пойти. Старшие сдержали их. Вот теперь Жан Сауле, вот ее убили. То же самое может повториться. Но раз остановили, два остановили, а на третий раз они пошлют старшее поколение. Поэтому это, я еще раз повторяю, это на руку какой-то силен у властных структур. Смотрите во второй части еженедельника «Власть Киэзет». А поутру они проснулись. Как пережили жители Кенгияка, Шубарши и Саркола юльские бои местного значения? Чем сейчас живут сельчане и на что надеются? Путем челнока трудовые будни казахстанских шуб-туристов глазами съемочной группы. Как заметил в интервью нашей программе режиссер Булат Атабаев, идеология выгоды деморализует общество, равно как и жизнь, при отсутствии перспективы и внятного сюжета существования. Еще одна из примет времени – отсутствие социального лифта. Он не работает. Как бы человек ни старался и не учился, каким бы хорошему ни был специалистом, все упираются в низкий потолок. А работать на правящий клан нет ни мотива, ни сил. Нереализованная энергия имеет все перспективы вылиться в протестные формы. Что мы уже наблюдаем в Магуставской области, где третий месяц бастуют нефтяники. Из того же разряда и июльские события в Актюбинской области, где шли настоящие бои местного значения. Как люди пережили этот шок? Чем живут эти села сейчас? Специальный репортаж программы. Ночью 1 июля здесь были убиты двое полицейских. В СМИ появилась информация, что это дело рук ваххабитов. И это потрясло всю республику. Полицейские Нурлан Алпспай и Айдос Буранбаев были убиты выстрелами в упор во время ночного дежурства. По версии следствия, убийцы – участники вооруженной преступной группы, жители сел Сарколь-Шубарши-Кенкяк, которые, прикрываясь религии, занимались кражей нефти. По другой версии, это был акт неповиновения во имя веры. Три поселка Кенкяк-Шубарши-Сарколь, Тимирского района Актюбинской области, находятся по соседству. 8 июля здесь разворачивались настоящие боевые действия с вертолётами БТР и спецназом. Перестрелка шла всю ночь. Во время операции по задержанию предполагаемых убийц было убито 9 членов вооружённой группы. Погиб один сотрудник спецназа. «Ведь можно же было предотвратить кровопролитие. В каком времени живём? Даже во время войны можно было людей брать в плен. Если знали, что ребята здесь прятались, надо было привезти их матерей и маму. Почему так не сделали? Вот что непонятно. Говорят, после Рамазана будет вторая серия. Откуда эти слухи, мы не знаем. Но все очень боятся». Сейчас в Тимирском районе с виду тихо и спокойно, однако местные жители живут в страхе. По их рассказам, 8 июля здесь была война. Гуляя Садихова показывает на стене следы от пуль. Местные власти обещали оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённые дома. Однако пока вставили только одно окно. Гуляя Апа ждала, что полицейские извинятся за то, что она почти сутки с детьми и внуками пролежала под огнём. Однако вместо этого бабушку обвинили в терроризме. «Пришёл какой-то человек, всякую чушь мне говорил. Он называл нас террористами. Я ему сказала, дорогой, посмотри на нас, какие мы террористы. Я уралманка». У соседей погиб скот. От взрывов сгорела техника. В семье Сулеймановых даже домашние животные от свиста пуль и шума военной техники до сих пор не могут прийти в себя. «Когда началась стрельба, я лежала здесь, а бабушка там была. Я так боялась, что нас застрелят. До сих пор страшно. У нас даже кошка с собакой теперь спят вместе. Собака везде за мной по пятам ходит». Нур-Мухаммед Азимул – главный имам в Шубашинском сельском округе. Его, как молодого специалиста, духовенство направило сюда, сразу после случившегося. По словам Нур-Мухаммеда, сейчас в мечеть приходит очень мало людей. Имам сетует. Молодёжь, которая изучает ислам самостоятельно, часто сходит с правильного пути. «Они говорят, что ходят по Корану и Сунне. Масхаба иногда признают, иногда нет. Имаму не подчиняются. Только с одним хадисом и с одним аятом придерживаются». «Сын Ханум Шулаква был убит во время спецоперации. Хуаныш Алимбетов был одним из подозреваемых, обвинялся в терроризме. По словам матери, он сильно изменился два года назад, когда стал читать намаз. Хуаныш шок все свои фотографии. Говорил, что это не соответствует исламу. Каким-то чудом уцелело только это фото». «Он часто стал говорить у Агас. Повторял, что умершему не надо читать Коран, не надо ходить на могилку. То и нельзя делать. Я ему говорила, сынок, мы же в Казахстане живём. Он в ответ, мама, прочти сама Коран. А я, это ведь люди переводили. Такие, как мы». Рубашка до сих пор пахнет сыном. Биби Данабаева всё ещё не может смириться с его смертью. 25-летний Женгис Уразов был застрелен полицейскими 3 июля в посёлке Кенкек во время задержания. По официальной версии, парень оказывал сопротивление при задержании. Однако Женгис Уразов не был подозреваемым и, по словам матери, совсем не общался с предполагаемыми преступниками. «Почему его застрелили, никто не знает. Когда начали стрелять, видимо, сразу хотели убить. Ведь если бы сомневались, можно же было просто ранить. Я до сих пор не могу понять, зачем его нужно было убивать». Давать комментарии по этому громкому делу полицейские отказываются. Все материалы ушли в областную прокуратуру. А пока Аким Шувашинского округа призывает журналистов не называть членов преступной группы ваххабитами. «Я считаю, надо дождаться результатов следствия и не делать скоропалительных выводов. Чтобы делать какие-то заявления о причастности этих людей и к религиозной секте нужны доказательства». Назначенный два месяца назад главным имамом Актюбинской области Абдумуталиб Деуренбеков не отрицает существование в Казахстане радикальных течений. Однако он не считает, что в этом есть вина мусульманского духовенства. «В этом нет нашей вины. Можно, конечно, говорить, что у казахстанского духовенства не хватило сил предотвратить эти события. Многие чиновники говорят, что религия отделена от государства. Ну вот, например, мы посылаем имамов в отдаленные аулы, но их социальные проблемы местные власти не решают. Мы писали областным Акимам, чтобы они отправляли на учебу в медресе молодых ребят. Но многие отказываются с нами сотрудничать. В итоге нам не хватает специалистов, а мечетей становится все больше». Сразу после событий в Шубарше в Актюбинском сатирическом театре появилась новая постановка «Ах, как коротка жизнь», как ответ религиозным экстремистам. Трем главным героям по 80 лет. Однако, когда приходит смерть, старики изо всех сил цепляются за жизнь. Главная цель спектакля, по словам режиссера, призыв к людям ценить жизнь. «Сейчас у нас в Актюбинской области много случаев суицида. Не знаю, откуда пришло такое понятие, что надо спешить к той загробной жизни. Якобы там ты будешь счастливым. Основная задача нашего спектакля – научить людей любить эту реальную жизнь». Это пьеса со счастливым концом. Главные герои останутся живы. И даже сама смерть захочет поселиться в нашем мире. Однако реальная жизнь зрителей этого театра не кажется такой безоблачной. Дороги в Шубарше не ремонтировались с советских времен. Только недавно здесь началось строительство дома культуры. Население богатого нефтью района живет в нищете. «Местное население стало сокращаться после того, как к нефтянку пришли китайцы. От нефти простому народу больше вреда, чем пользы. Экология плохая, люди болеют постоянно. Молодые ребята вечером засыпают, а утром не просыпаются. Иногда по два человека в день хороним. Мы уверены, что это из-за серого водорода все. Устали уже об этом говорить. Местная власть никак не реагирует. Наоборот, все время нас запугивает». Обстановка в Тимирском районе тяжелая. Люди все еще не могут прийти в себя. На днях к жителям поселков попало в руки это видео. На нем кадры прошедшей спецоперации. Председатель партии Аул по Октябрьской области Хуандык Алишев не понимает, кому понадобилось передавать оперативные материалы «Увидев это, родственники убитых придут в ярость. Ведь это видео через мобильный телефон распространялось. Значит, его уже видели все жители поселка. Это может привести к очередному конфликту между народом и властью. Возможно, людей хотели припугнуть. Но когда народ в гневе, кто знает, на что он способен». Заключение выпуска – исследование особенностей шоп-туров в Китай казахстанских челночников. После вступления нашей страны в таможенный союз эта популярная и доступная для народа форма предпринимательства стала невыгодна. Съемочная группа проехалась путем челнока от начала до конца, познав, что такое трудовые будни шоп-туристов и испытав на себе все прелести нелегкого бизнеса маленьких людей. В этом битком на видом автобусе проезжают пограничную зону, так называемую «Колючку». От казахского харгоса до китайского минут семь. Проезд стоя – тысяча тенге. Примерно так начинается шоп-тур обычного казахстанского челночника. Таможенный союз Казахстана, Россия и Белоруссия резко сократил безработицу в небольшом приграничном городе Жаркенте. Тысячи местных жителей осваивают новую специальность – перевозчик. По новым правилам бесплатно на территорию страны можно везти только 50 килограммов груза. Все, что больше, облагается пошлиной. Перевезти товар через Казахстан и китайскую границу для местных – это хороший заработок, для челноков – возможность обойти выросшие таможенные пошлины. 19-летний Алибек пару месяцев назад сделал себе служебную визу в Китай. Теперь он главный кормилец в семье. Чей-то груз нам дают. Две суммы по 25 килограмм. Одна сумка по 6500 дают. Иногда по 7. За 10 дней можно 70 тысяч долларов. Алибек и его коллеги останутся на ночь в китайском Харгосе ждать клиентов. Остальные едут дальше. 12 часов в спальном автобусе. И вот он – Урумчи. Столица дешевого китайского ширпотреба. Мека Челноков. Назира и ее подруга Гульжан – предпринимательница из Шимкенты. С автовокзала сразу за товаром. Женщины торгуют детской одеждой, так что рынок-локомотив для них что дом родной. Главная задача – угадать, что будет пользоваться спросом в новом сезоне. То ли школьная форма, то ли нарядные платья. После вступления Казахстана в таможенный союз возить вещи из Китая для наших челноков стало невыгодно. Таможенные пошлины на ввоз в республику товаров из стран нетаможенного союза выросли примерно на 10-15%. У Назира и Гульжан объемы маленькие. Связей на таможне нет, так что весь товар возят на себе. Так дешевле. В этот раз они набрали спортивные костюмы. На двоих получилось 200 килограммов. По расчетам Назира и Гульжан официальная растаможка обойдется им примерно в 1300 евро. Если провозить спортивку нелегально, с помощью перевозчиков, получится почти в 10 раз дешевле. По 50 килограммов две женщины могут пронести как личные вещи, остальные 100 – раскидать погрузчикам. В то время как автобус увозит Назиру и Гульжан в Казахстан, другая предпринимательница, Роза из Алматы, ломает голову, как ей одной везти через границу 350 килограммов туфлей. В отличие от казахских и российских щелноков, предприниматели из Узбекистана товар закупают тоннами. Это хороший модель, хороший магазин. Мой друг мне товар отправляет на телефон, она отправляет мне. Рано и ее товарки возят обувь через Кыргызстан. Нелегально. 100 долларов за один куб. Такие расценки нашим уже давно даже и не снятся. В Ташкенте Рано сдаст товар оптом и через неделю вернется за новой партией на ставший родным рынок Бенжань. Бенжань – это город в городе. Базар и Вурумчи – как символ дружбы народов бывших братских республик. Челнокисты Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана знают друг друга в лицо и общаются по-русски. Бакинец Исак 20 лет в челночном бизнесе. Шопников из Казахстана мужчина приветствует с сочувствием. Продавцы на Бенжане скучают. Вроде и товар к осени подготовили. И сезон подходит. А постоянные клиенты из Казахстана почему-то не едут. Сейчас в Казахстане человек мало-мало. Из Казахстана мало? Да, мало-мало. А почему? Не знаю. Бывший врач-иммунолог Елена Моськина когда-то в научном институте изучала влияние паразитов на организм человека. Ставила опыты на крысах. Теперь, как лидер независимого профсоюза, она специально приехала в Урумчи исследовать влияние таможенных коррупционеров на мелких предпринимателей. Я когда-то юбками торговала лет пять. За плечами иммунолога Моськиной 15-летний опыт. Шторы из Ирана, ткани из Пакистана, одежда из Китая. В этот раз лидеру профсоюза пришлось тряхнуть стариной. В качестве эксперимента берем пуховики. Задача – доставить товар на территорию Казахстана с наименьшими потерями. Офисы ферм, которые возят груз из Урумчи в Казахстан, закрыты. Их телефоны молчат. Многие челноки не могут получить товар, который они отправили еще весной. По словам бизнесмена Артура, отправлять груз через Харгос сейчас слишком рискованно. Сейчас все попали? Сейчас, да, жестко попали. Они еще по одной цене здесь взяли с расчетом, что здесь они станут по 300 долларов тогда, когда они загрузили два месяца назад. Сейчас, потом сейчас грузят по 400-450 долларов. Но опять же, сейчас, когда они там сайта по 800-800, то все команды стоят. По-серьезному стоят. Еще вариант – отправить товар в Казахстан через Бишкек. Растаможка в Кыргызстане, в отличие от стран Таможенного союза, стоит недорого. Потратиться придется на перевозку через казахстанскую границу. Получается, выгоднее же через Бишкек, да? Короче, я вам даже могу сказать, за куб 320 литров. Куб 320 литров. Да, дал на ты. Да, с Бишкек дал на ты. Елена Мотькина везет куртки автобусом. От Турумчи до границы снова трястись часов в 12. А там, как повезет. Автовокзал в китайском Харгосе. Пять часов утра. В очереди перед границей скопилось больше 30 автобусов. Ждать пришлось шесть часов. За несколько минут до отправления водитель собирает с пассажиров деньги. Уверяет это на взятку китайским пограничникам. От 50 до 100 юаней за сумку гарантия, что автобус с грузом пропустят быстро, без досмотра. На пограничной зоне встречаем перевозчиков из Жаркента. Парень по имени Абай объясняет, возить товар самому выгоднее, хоть и рискованно. На казахстанской стороне помимо перевозчиков-одиночек работают еще несколько человек. Нагруженные мешками они спокойно проходят мимо таможенников. Договориться с ними сложнее. У них только постоянные и крупные клиенты. Так, убери этажку. Впрочем, воспользоваться услугами грузчиков Елене Мойткиной не пришлось. Ее сумки с куртками никто даже не досматривал. То ли на мелкие партии не обращают внимания, то ли сотрудники попались непрофессиональные, то ли просто повезло. Благодаря беспошлиной норме в 50 килограммов каждый день в Казахстан по самым грубым подсчетам ввозится около 50 тонн контрабанды из Китая. И это только через один пограничный пост. Однако, по мнению таможенного брокера Геннадия Шостакова, 50 тонн в день – это смешные цифры. Основной товаропоток, 99%, то, которое на рынке существует, это несколько семей. Это семейный бизнес. Большая часть шопников просто берет эти товары со склада, и меньшая часть – это несколько процентов, которые самостоятельно до сих пор ездят либо в Китай, либо в Турцию, либо еще куда-то, и привозят оттуда. Но это меньшая часть. Жизнь на алматинской барахолке со времен Таможенного союза, кажется, особо не изменилась. К новому учебному году продавцы увеличивают запасы. Несмотря на все трудности, китайских и турецких товаров меньше не стало. Ну, так же грузовиками они пролазят, протаскиваются, провозятся, сюда приезжают. Эти объемы через пограничные пункты не идут. Внушительные объемы контрабанды ввозятся в Казахстан из соседнего Кыргызстана. Об этом знают все – и сами челнаки, и правоохранительные органы, и власти. Дардой. Пожалуй, самая главная достопримечательность Бишкека. Это не только крупнейший в Центральной Азии рынок, но и гигантская перевалочная база. Найти здесь людей, готовых перевезти товар через казахстанскую границу, не составило большого труда. По легенде, нам нужно вывезти в Алматы 30 кубов обуви. Точно доставятся вам куда-куда надо, и к вам даже в склад привезут. Парень по имени Малик гарантирует оперативную доставку до 40 кубов обуви и одежды. Партиями поменьше занимаются перевозчики прямо на центральном пограничном пункте Акжо. Короче, мы на аудиобагазине помним, за 40 лет вытаскиваем. За 45 что? Тысяча деньги? Ну, 310 берет до Барса. А теперь сдавать? Реально. Ночью работаю. Частники носят товар в пакетах. Пакеты продаются тут же. Новый бизнес на границе работает четко и слаженно. Проверяю, да, на границе? Да, обязательно. Проверяю, деньги даем. Это получается один пакет 2,5 тысячи тенге, да? Здесь все пошло. Да. Эй, лап, ну это же нам пока что не может. Хорошо. Вот киргизы отмечаемся. Если Кыргызстан решится вступить в таможенный союз с Казахстаном, Россией и Белоруссией, перевозчики лишатся заработка. Однако пример соседа для кыргызов не такой уж привлекательный. За счет повышения пошлин на импорт в рамках таможенного союза власти полагали, что бюджет Казахстана пополнится примерно на миллиард долларов. Однако часть таможенных пошлин идет в обход казны. Даже после многочисленных чисток на таможне ситуация не улучшается. Мелким предпринимателям дешевле и спокойнее довериться криминалу. У бандитов четкие расценки, сроки доставки и обязательства. У государства же неподъемные для многих таможенные пошлины, бюрократические припоны и неистребимая коррупция. По данным экспертов, на контрабанде Казахстан ежегодно теряет 1 миллиард долларов. Мила Садыкова, Павел Энгельгард, программа «Власть КИЗ». Вы смотрели программу «Власть КИЗ» об акцентах, тенденциях и лицах минувшей недели. Все ваши власти. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова